Беседа, 61-я, страница 404. Настал же тогда в Иерусалиме праздник, обновление, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо!» Иоанн 10, 22, 24. Всякая добродетель хороша, но в особенности не злобие и кротость. Она выказывает в нас людей, она отвечает от зверей, она делает равными ангелам. Поэтому и Христос часто и много говорит об этой добродетели, повелевая быть кроткими и не злобивыми. И не словами только заповедует это, но учит тому и самыми делами, то терпеливо перенося заушения, то подвергаясь поношениям и наветам, и, несмотря на то, опять обращаясь с наветниками. Вот те именно, которые называли Его имеющим беса и самарянином, которые неоднократно хотели умертвить Его и бросали в Него камни, те самые, окружив Его, спрашивали, цель ли Христос? Но он и теперь, после столь многих и великих козней, не отверг их от себя, но отвечал с великой кротостью. Но необходимо рассмотреть всю эту беседу сначала. Было сказано праздник обновления в Иерусалиме, и была зима. Это был великий и общенародный праздник. Иудеи с великим усердием праздновали этот день, в который восстановлен был храм, по возвращении их из продолжительного персидского плена. У Затауста Вавилония и Осирия часто называются Персией. На этот праздник явился и Христос, теперь он часто приходил в Иудею, так как время страдания было уже при дверях. Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». На это Христос не сказал, чего вы от меня хотите. Вы неоднократно называли меня беснующимся и неистовым, самарянином. Вы считали меня противником Божиим и обманщиком. И недавно еще говорили, ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно. Иоанна 8, 13. Как же теперь спрашиваете и хотите узнать от меня, тогда как отвергаете мое свидетельство? Нет, ничего такого он не сказал, хотя и знал, что намерение, с которым они спрашивали, было лукавое. Правда окружив его и сказав, «Да коли души наши будешь держать в неведении?» Они тем, по-видимому, выразили некоторое усердие и желание знать, но на самом деле мысль, с какой спрашивали, была злая и коварная. Так как дел его они не в состоянии были оклеветать и опорочить, то старались уловить его в словах, и потому постоянно предлагали ему вопросы не с тем, чтобы знать, но чтобы заградить ему уста. Его собственными словами, не будучи в состоянии ничем опорочить его дело, старались найти какой-нибудь предлог в его речах, поэтому-то и говорили, «Скажи нам!» Хотя он уже неоднократно говорил, так и самарянке он говорил, «Это я, который говорит с тобою». «И слепому, и видел его, и он говорит с тобою». 9.37 «Да им самим он сказал, хотя и не такими, но другими словами. Если бы они имели ум и действительно желали знать, то могли бы уже и по тем словам признать его, потому что делами он много раз доказывал это. Между тем смотри, какое у них развращение и упорство. Когда он проповедовал и учил словами, они говорили, «Какое ты дашь нам знамение?» 6.30 А когда представлял доказательства в делах, тогда говорили ему, «Если ты Христос, скажи нам прямо!» Таким образом, когда вопиют дела, они ищут слов, а когда учат слова, прибегают к делам, всегда настаивая на противном. А что они спрашивали не с тем, чтобы знать, это показал конец. В самом деле, на того самого, которого считали столько достоверным, что принимали его свидетельства даже о себе самом, на того самого, едва только изрек он несколько слов, тотчас начали бросать камни. Значит, и то, что они окружили его, и то, что настоятельно спрашивали, делалось с лукавством. Да и самый образ вопроса являл в них великое недоброжелательство. «Скажи нам!» и говорили, «Прямо!» «Ты ли Христос?» «Хотя всегда, бывая во время праздников, он все говорил прямо и ничего не говорил тайно, однако ж они для того обращаются к нему с льстивыми словами и говорят, долго ли держать нас будешь в недоумении, чтобы, вызвав его опять, найти какой-нибудь повод к обвинению. А что они всегда спрашивали его с этой целью, не для того, чтобы научиться, но чтобы уловить его в словах, это видно не отсюда только, но из многих других мест. Так и тогда, когда они приступили и спрашивали, можно ли давать подать кесарю или нет». Матфея 22.17 «И когда беседовали о разводе с женой, и когда спрашивали о той, о которой говорили, что она имела семь мужей, они были уличены в том, что предлагали вопросы нежеланием знать, но со злым намерением. Но в тех случаях он обличает их, говоря, «Что вы меня искушаете, лицемеры?» Матфея 22.18 «Показывая тем, что он знает их тайные намерения. А здесь ничего такого не говорит, научая нас не всегда обличать наветников, намного переносить скротостью и незлобием». Итак, поскольку безумно было требовать свидетельства слов, когда проповедовали о нем дела, то послушай, как он им отвечает, частью указывая на то, что они без нужды этого требуют, и не для того, чтобы научиться, частью показывая, что он уже дал ответ более ясный, чем на словах, то есть ответ в делах. Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Это самое часто говорили между собой и умереннейшие из них. Не может человек грешний сделать такие знамения. Иоанна 9.16 И опять «Не может бес отверзнуть очи слепому» 10.21 И также «Никто не может знамения сих творить, если не будет с ним Бог» 3.2 И, видя знамения, которые он творил, говорили «Не этот ли Христос?» 7.41 И другие говорили «Христос, когда придет, неужели большее знамение сотворит, нежели сей?» 7.31 Да эти самые, которые теперь спрашивали, хотели уверовать в Него на основании дел, говоря «Какое дашь нам знамение, чтобы мы видели и имели веру в Тебя?» 6.30 Итак, по елику в то время они показывали вид, будто убедятся простым словом, между тем, как не убедились столь многими делами, то он обличает лукавство их, говоря, «Если вы делам не веруете, то как поверите словам?» Значит, вопрос у вас излишний. «Но сказал вам, — говорит, — и не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». 10.26 «Я со своей стороны исполнил все, что следовало сделать пастырю. Если же вы не следуете за мной, то это происходит не от того, будто я не пастырь, но от того, что вы не мои овцы. Овцы мои, — говорит, — голос мой, — слушают. И знаю я моих, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец одно». 10.27 Смотри, как он, и не признавая их, склоняет следовать за собою. «Вы, — говорит, — не слушайте меня, потому что вы и не овцы мои. А те, которые следуют за мной, прибежат к стаду». Это сказал он с той целью, чтобы они поревновались сделаться овцами. Потом, сказав, чего овцы его достигнут, он тем подстрекает их и возбуждает в них желание. «Что же? Значит, по могуществу только отца никто не восхитит их. А сам ты не можешь и не имеешь силы охранить. Отнюдь нет. И чтобы ты знал, что изречение Отец, который дал мне, сказано ради иудеев, чтобы они опять не назвали его противником Божиим, то вот он сказал, «Никто не восхитит от руки моей». Далее показал, что рука его и рука отца одна и та же. А если бы это было не так, то следовало бы сказать, «Отец мой, который дал мне более всех их, и никто не может восхитить их от руки моей». Но не сказал так, а от руки отца моего. Потому что бы ты не подумал, что сам он бессилен, но овцы находятся в безопасности по причине силы отца, он превосокупил. Я и отец одно. Как бы так говорил. Не потому я сказал, что ради отца никто не похитит овец. Будто сам я не силен охранить их. Я и отец одно. То есть по отношению к могуществу, так как вся речь у него была о могуществе. Если же одно и то же могущество, то очевидно и существо. Так как иудеи вооружались бесчисленными средствами, строили ковы, отлучали от синагоги, то он говорит, что все это они предпринимали напрасно и бесполезно. Овцы находятся в руке отца моего. Как и пророк говорит. На руках моих написаны стены твои. Исайя 49.16. Потом показывая, что рука одна, он называет ее то своею, то отчую. А когда ты услышишь слово «рука», не представляй себе ничего чувственного, но силу, власть. Если же потому никто не мог посхитить, что отец облег его силою, в таком случае излишне было бы дальнейшее изречение «я и отец одно». Если бы он был меньше отца, то это изречение было бы очень дерзновенно, потому что оно показывает не что другое, как равенство, могущество. Так именно поняли его иудеи. И потому стали бросать в него камни. Однако ж, несмотря и на это, он не опроверг такого их мнения и предположения. Между тем, если бы они сделали предположение неправильное, следовало бы поправить их и сказать, для чего вы это делаете. Я сказал, это не для того, чтобы приписать мне и отцу равное могущество. Но он поступает совсем напротив. Он утверждает и одобряет их предположения. И все это, несмотря на их ожесточение. Он не только не извиняется в своих словах, как нехорошо сказанных, а напротив еще и их укоряет в том, что они имеют о нем ненадлежащее понятие. Так, когда они сказали «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохуйство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя равным Богу». 10.33. Послушай, что он отвечает им. «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, если он назвал богами тех, которым было слово Божие и не может нарушить описание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий». А эти слова означают вот что. «Если те, которые получили это название по благодати, не подвергаются обвинению, когда называют себя богами, то как может по справедливости подлежать укоризне тот, кто имеет это по естеству?» Но он так не сказал. «А доказал это, после употребив наперед выражение, более смиренное, и сказал, «Потому что я сказал, я сын Божий». Тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь?» Когда же утишил их внеф, тогда приводит ясное доказательство. Сначала, чтобы слово его было принято, он говорил с некоторым уничижением, а, наконец, возвысил и сказал так, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и я в Нем». Видишь ли, как он доказывает то, что я выше сказал именно, что Он ничем не меньше Отца, но во всем равен. Так как невозможно было верить существа Его, то вот Он в доказательство равенства своего могущества, представляет равенство и сождество дел. 408. «Чему же именно, скажи, веровать, тому, что Я в Отце и Отец во Мне?» 10.38. «Я не иное что, а то же, что Отец, только пребываю Сыном, и Он не иное что, а то же, что Я, только пребывает Отцом. И кто познал Меня, тот познал и Отца, уразумел и Сына. Но если бы Сын был меньше Отца по могуществу, то и познание было бы ложное. Нельзя познать ни существа, ни могущества одного лица посредством другого, отличного от Него. Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и оставался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно». Христос после того, как возвестит что-нибудь великое и высокое, тотчас удаляется, уступая гневу иудеев, чтобы своим отсутствием укротить и утишить их страсть. Так поступил Он и в то время. Но для чего Евангелист указывает место? Для того, чтобы ты знал, что Он удалился в то место с намерением напомнить иудеям о том, что там произошло, и что сказано было Иоанном, равно как и о его свидетельстве. И действительно, пришедшие туда, они тотчас вспомнили об Иоанне, поэтому и говорят, что Иоанн не сотворил ни одного знамения. Иначе какой повод был бы говорить это? Но так как место привело им на память крестителя, то им пришло на память его свидетельство. И смотри, какие неоспоримые составляют они умозаключения. Иоанн, говорят, не сотворил никакого знамения, а этот творит. Следовательно, отсюда видно его превосходство. Если же мы верим тому Иоанну, хотя он не сотворил никакого знамения, то гораздо более должны веровать этому, Христу. Затем, так как Иоанн свидетельствовал о Христе, то чтобы не показалось, что он как не сотворивший знамение, не достоин давать свидетельство, они присовокупили. Хотя знамения он не сотворил ни одного, однако ж во всем, что говорил о Христе, был истинен. И тем показали, что не Христос соделался достойным веры через Иоанна, а Иоанн через дела Христовы. Таким образом, стих 42-й. Многие там уверовали в Него, и в самом деле многое привлекало их. Так вспомнили они о тех речах, которые Иоанн говорил, называя его более крепким себя, и светом, и жизнью, и истинною, и всеми прочими именами. Вспомнили и голос, не шедший свыше, и духа, явившегося тогда в виде голубя, и всем его указавшего. А сверх того, они видели доказательства в чудесах, и тем, наконец, утверждались. Если Иоанну говорили они, следовало верить, то гораздо более Христу. Если тому без знамений, то гораздо более Христу, который вместе со свидетельством от Иоанна имеет еще доказательства от знамений. Видишь ли, сколько пользы принесло им пребывание в этом месте и удаление от злых людей? По этой причине Христос часто изводит и удаляет их от сообщества таких людей. Это самое сделал он и в Ветхом Завете, когда в пустыне, вдали от египтян, наставлял иудеев и устроял во всем. То же внушает он и нам делать, когда повелевает убегать торжесть, шума и смятений, молиться в тишине, в своей клете. И корабль, неподверженный буре, плавает благополучно. Так и душа, не занятая общественными делами, находится в пристани. Поэтому-то женам следовало бы быть любомудрие мужей, так как они по большей части привязаны к занятиям домашним. Оттого именно и Иаков был не лукав, что жил дома и был свободен от внешних тревог. Не без причины же Писание заметило о нем, что он жил в дому. Бытие 25-27. Но и в доме скажешь много беспокойства. Это от того, что ты сама того хочешь и сама себя окружаешь множеством забот. Муж, обращаясь на торжещах и в судилищах, очевидно, обуревается внешними хлопотами, как бы некоторыми волнами. А жена, сидя дома, как бы в некоем училище любомудрия и сосредоточив в себе свои мысли, имеет возможность заниматься и молитвою, и чтением, и другими делами любомудрия. И как живущая в пустынях не имеет никого, кто бы беспокоил их, так и жена, находясь всегда дома, постоянно может наслаждаться тишиною. И если же иногда представится ей необходимость и выйти, то и тогда нет для нее повода к беспокойству. В самом деле, женщине нужно бывает выходить или для того, чтобы прийти сюда, или когда надо бы намыть тело в бане. Затем большую часть времени она сидит дома. Поэтому она может и сама любомудрствовать, и принимая растревоженного мужа, утешать и успокаивать его, разгонять излишние тяжелые его мысли, и таким образом снова отпускать его уже без тех неприятностей, какие он принес с собой с торжеща, но с добрым расположением, которое приобрел дома. Подлинно. Жена благочестивая и разумная, скорее всего, может образовать мужа и настроить его душу по своему желанию. Ни друзей, ни учителей, ни начальников не послушает он так, как свою супругу, когда она увещевает и дает советы. Это увещание доставляет ему и некоторое удовольствие, потому что он очень любит эту советницу. И я могу указать на многих суровых и неукротимых мужей, которые смягчены таким образом. Жена участвует с мужем и в трапезе, и в ложе, и в рождении детей, и в делах явных и тайных, во входах и выходах, и в весьма многом другом. Она во всем ему предана и соединена с ним так, как тело соединено с головою. Если она будет разумна и рачительна, то всех других превзойдет и победит в попечении о своем супруге. 410. Поэтому убеждаю, считайте это обязанностью и давайте надлежащие советы. Женщина имеет великую силу как для добродетеля, так и для порока. Она погубила Виссалома. Она Амнона. Она намеревалась Иова, но она же избавила Навала от смерти, она спасла целый народ. Так Девора и Иудиш выказали доблести мужей, военачальников. Таковы же и многие другие жены. Поэтому и Павел говорит, откуда ты знаешь жена, не спасешь ли мужа? 1 Коринфянам 7.16. И мы знаем, что в те времена Пирсида, Мариам, Прискила приняли на себя подвиги апостольские. Этим-то женам и вы должны ревностно подражать, и не словами только, но и делами наставлять своего супруга. Как же мы можем учить его делами? Когда он увидит, что ты незлонравна, нерасточительна, не любишь украшений, не требуешь излишних денежных доходов, но довольствуешься тем, что есть, в этом случае она непременно послушает он и твоих советов. Если ты на словах будешь любомудрствовать, а на деле станешь поступать напротив, то он обвинит тебя в великом пустословии. А когда вместе со словами ты представишь ему наставление делами, тогда он похвалит тебя и скорее послушает. Так будет, например, когда ты не станешь искать ни золота, ни жемчуга, ни драгоценных одежд, но вместо этого скромности, целомудрия, благодушия, и поступая так сама, будешь требовать того же и от него. И если же надо бы на что-нибудь делать для угождения мужу, то нужно душу украшать, а не тело наряжать и погублять. Не столько золото, которым ты украшаешься, сделает тебя любезной и приятной для него, сколько целомудрия и ласковость к нему, и готовность умереть за своего супруга. Это по преимуществу пленяет мужей. То украшение неприятно мужу, потому что приводит в стесненное положение его имение и требует больших издержек и забот. А это, о котором сказано выше, привяжет мужа к жене. Ласковость, дружба и любовь ни забот не приносят, ни издержек не требуют, но все противоположное. Притом тот наряд от привычки делается приторным, а украшение души цветет каждый день и возжигает сильнейший пламень. Итак, если хочешь нравиться мужу, украшай душу целомудрием, благочестием, попечением о доме. Эта красота и более пленяет и никогда не прекращается. Ни старость не разрушает этой красоты, ни болезнь не уничтожает. Красоту телесную и время продолжительное разрушает, и болезнь истребляет, и многое другое. А что украшает душу, то выше всего этого. Кроме того, та красота и возбуждает зависть, и возжигает ревность. А это чисто от такой болезни и свободно от всякого тщеславия. Таким образом, и в доме все будет идти лучше, и доходы будут изобильнее, когда золото не будет лежать вокруг твоего тела, не будет связывать твоих рук, но будет употребляться на необходимые нужды, как, например, на содержание слуг, на необходимое попечение от детих и на другие действительные потребности. Но если не так, если будет со всех сторон лежать перед глазами и стеснять сердце, то какая прибыль? Какая польза? Печаль сердца не позволяет замечать того, чем пленяются глаза. Ведь вы знаете, верно знаете, что если бы кто увидел женщину, даже лучше всех украшенную, он не может находить в том удовольствии, когда у него душа болеет. Кто хочет находить удовольствие, тому наперед нужно быть веселым и иметь расположение к радости. Между тем, если золото все растрачено на украшение Женина тела, а в доме обитает скудость, то для супруга нет никакого удовольствия. Итак, если желаете нравиться мужьям, приводите их в приятное расположение духа и приведете их в это расположение, когда отвергнете наряды и украшения. Все это, по-видимому, имеет для него некоторую приятность во время бракососочетания, но впоследствии с течением времени теряет свою цену. Если от привычки мы не очень удивляемся небу, которое так прекрасно, и солнцу, которое так блистательно, что ты не можешь сравнить с ним ни одного тела, то каким образом будем удивляться украшенному телу? Это говорю я, желая, чтобы вы украшались истинною красотою, которую заповедал Павел. 1 Тимофея, 2 глава, 9-10 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестью. Или ты хочешь нравиться лицам посторонним и от них получать похвалы? Но это желание отнюдь не жены целомудренной. Впрочем, если хочешь, то и они будут очень любить тебя и хвалить за целомудрие. В самом деле, ту, любящую наряды, не похвалит ни один скромный и порядочный человек. Похвалят разве люди распутные? Или лучше сказать, и они не похвалят, а напротив, станут говорить о ней худо, когда заметят, что ее бесстыдство возбуждает в них вожделение, а эту целомудренную и те, и другие, и все похвалят. Так как не только не получает от ней никакого вреда, а напротив, еще и наставление в любомудрие, и от людей ей будет великая похвала, и от Бога великая награда. Итак, будем ревновать об этой красоте, чтобы и здесь пожить в безопасности и достигнуть будущих благ, которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.